Добрый день, в эфире программа тема дня в студии Роман Быков. Кризис, который разразился и на фоне коронавируса, и на фоне падения цен на нефть, приносит нам каждый день все новые и новые известия. То глава государства что-нибудь скажет, то Центробанк, то премьер и так далее и тому подобное. И сегодня мы об этом поговорим, прокомментируем, подведем такой, так сказать, предварительный итог всех вот этих всяких известий, новелл, законодательных, и не только, которые сыпятся на нашу голову каждый день вот за последние уже, ну, наверное, 10 дней как раз. В конце марта начались обращения президента, о котором мы раньше только раз в год слышали, а теперь у нас каждый раз как Новый год, лучше бы он не начинался. И, соответственно, наши эксперты скажут, что за всем этим стоит. Хочу представить наших экспертов. Это доктор экономической наук Галина Константиновна Лопушинская. Добрый день. Здравствуйте. И президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Виталий Шориков. Добрый день. Здравствуйте. Господа, ну давайте начнем действительно с первых, вот вроде бы, законопроектов, которые пошли на фоне всей этой ситуации по коронавирусу. Это с самого начала наши власти, на ваш взгляд, начали предпринимать нужные шаги. Ну, я, например, считаю, что под шумок начала объявления самоизоляции, борьбы с коронавирусом пропустили закон, который давно готовился и который так или иначе связан с повышением налогового времени на граждан. То есть закон, который принят 1 апреля. Да, вроде можно было бы пошутить. Да, если бы не было так грустно. Это 102 закон о обложении по доходным налогам, доходов по вкладам и ценным бумагам. И я не считаю, что вот та скорость его принятия с момента выступления президента до момента его принятия прошло буквально 2-3 дня. То есть, как вы понимаете, в этом случае даже общественного обсуждения как такового этот проект внесения изменений в налоговый кодекс не прошел. Ну, то есть в данном случае 102 закон принят. Мы реально ожидаем изменения подходов к обложению налогами вкладов, депозитов граждан. И в силу того, что это прошло на самое начало и детально не привлекло внимание, потому что дальше пошли другие более активные действия. Действия, которые произносили как принимаемые на условиях сложной ситуации с поддержкой малого и среднего бизнеса. Этот закон просто прошел мимо. А что с законом? Давайте расскажем тем телезрителям, мимо которых он прошел. Это очень понятная схема, которая принята. Звучит как схема отъема денег. Схема уплаты налогов. Да, схема уплаты налогов, с которой столкнутся наши граждане, которые имеют счет в банке. Какой? Счет, ну в принципе, это практически любой, за исключением двух счетов, на которые схема не распространяется, налогообложение дополнительного. Это тот, который зарплатный. Ну у него и в принципе процент, который начисляется по вкладу, один процент, то есть очень маленький. И счета эскроу, это счета, которые используют дольщики при долевом строительстве, когда это аккумулирование средств под выплату строительной компании, но только в случае, когда квартира будет сдана и так далее. А все остальные вклады у нас попадают под механизм дополнительного налогообложения. Какой? Понятно, что сам механизм вводится с 1 января 2021 года. То есть уплата налогов пойдет в 2022 году. Но чтобы это не было неожиданностью, надо понимать, что на все счета свыше миллиона дается так называемый бонус на процент. Бонус, с которого налог браться не будет. Он определяется ставкой Центробанка на 1 января года, за который ты получаешь проценты. Например, на 1 января 2020 года ставка Центробанка была 6%. И вот эти пресловутые разговоры про 60 тысяч необлагаемых налогом, которые получает собственник вклада, это как раз с этими 6% и связано. Если Центробанк на 1 января 2021 года покажет ставку, то есть примет ставку, предположим, 5%, то бонусная величина, не облагаемая налогом доход, будет 50 тысяч. При этом мы понимаем, что ставка в течение этого года может существенно плавать. Но нас интересует зафиксированное на 1 января. Что получается? Если у вас вклад на миллион, и вы в течение года получаете от банка начисление по этому вкладу до 60 тысяч, вы не будете платить дополнительные налоги. Но если у вас выплаты превысили 60 тысяч, то со всей суммы превышения вы заплатите еще дополнительные 13%. То есть в этом случае абсолютно точно у вас ставка, даже если вдруг она установлена 6%, для вас после уплаты налога будет всего 5,2. Потому что 7,8 тысяч, если я беру 60 тысяч, вы заплатите налога. Причем делать это будете со всех своих вкладов. То есть раздробить счет и положить, например, что-то в ВТБ, что-то в Сбербанк, что-то в Россельхозбанк, что-то в Райфазин, что-то в Тиньков. Можно, но это не приведет к уходу от уплаты дополнительных налогов. Почему? То есть вы хотите сказать, если я миллион рублей разделю на 5 частей, 200, 200, 200 в 5 банках, то не считается? Не считается. То есть государство все равно посчитает мои денежки. Абсолютно точно. И скажет, а у тебя миллион-то в разных банках. Просто я как раз вчера читал на эту тему, дескать, как раз вот такая схема, она пройдет, если ты возьмешь 2 вклада по 500 и все, шито-крыто. Нет, потому что сам механизм, он несколько другой. Банки не начисляют налоги и не выступают в вашем налоговом агенте. Они подают информацию в налоговую инспекцию. Налоговая инспекция складывает все вместе и получает вариант дохода, который вы получили от вкладов. И в этом случае вы сами должны обратиться в налоговую и дозаплатить налоги. Потому что выставленные налоги у вас появятся, например, в налоговом кабинете. То есть схема, когда крупный вклад начинает разбиваться на ряд мелких, она ничего не решит. В этом случае даже не сработает схема, которая известна для многих российских семей. Когда семья аккумулировала все средства на одном счете, чтобы получить больший процент. Теперь наоборот. Да, потому что от большего процента, от большей суммы вкладов платят больший процент. Теперь это не проходит, но если вклады на каждого члена семьи, то каждый член семьи этот бонус и получает. То есть фактически один крупный вклад семейный будет в этом случае выгодно дробить по... На сына записать. По его... Ну, к примеру. Ну, например, у вас был один вклад у вас и жены, вы собирали его, а тут вы сделаете 500 на вас, 500 на жену, чтобы не попасть... 500 на сына, 500 на дочку, на жучку и на кошку и так далее. Чтобы не попасть под эту... Это как вариант. Под эту схему. А вот вы сказали, не подпадает под это правило зарплатный счет. Да. Если человек положит на свою зарплатную карту тот самый миллион, он же может это сделать? Он может это сделать, но там невыгодный процент. Процент по закону определен в 1%. Понятно. То есть это те вклады, на которых банки начисляют 1%. Практически это счет, которым постоянно пользуются. Ну да. Но вы знаете, с чем столкнутся еще банки? И это очень тяжелый момент будет. Это ситуация, когда граждане не будут вкладывать средства на период, превышающий 1 финансовый год. Почему? Потому что начисление налогов и уплата их идет на момент их получения. То есть если раньше выгодно было положить, например, на полтора года, ну кто-то решил полтора года, чтобы побольше накопить. И срочный депозит, проценты начисляют, положил он в 2001, а процент начисляют в 2002, но за весь период, да, 2001, 2002, все равно будет считаться доход, полученный в 2022 и заплатят со всей суммы налоги, исходя из установленного годового бонуса. То есть банки столкнутся с тем, что на длительный период будет вкладывать крупные депозиты просто невыгодно. А мы сейчас столкнулись с тем, что у нас реклама, буквально 3 минуты, дорогие телезрители, не переключаясь, после чего мы продолжим. Мне интересно выяснить все-таки, что все-таки делать нашим гражданам. Итак, мы снова в эфире, программа тема дня. Галина Константиновна, в этой связи, знаете, русский народ, он всегда на каждую хитрость страны правительства отвечает своей хитростью. Какие-то варианты есть у людей, кроме того, как записать на жучку, внучку и так далее свой семейный вклад? Ну, вот это разбиение вклада на членов семьи, это вот тот механизм, который реально виден. Второй механизм не вкладывать средства на период длиннее одного финансового года. То есть положил, грубо говоря, вклад на год, а потом что, закрыл и положил заново? Да, да, получается, потому что начисленный тебе процент будет соотноситься с бонусной суммой, то есть суммой, не облагаемой дополнительным налогом конкретного финансового года. Потому что если ты положил на два года, и тебе за пользование твоими деньгами в течение двух лет насчитали в конце эту выплату, все равно к тебе будет применяться по схеме налогообложения бонус только за один год, а у тебя хранилось два. Поэтому не надо будет на более длительный период, чем один финансовый год, использовать средства. Ну и произносят, но я к этому несколько скептически отношусь, что будут срабатывать механизмы, которые подтолкнут наших граждан, в том числе и пенсионеров, самозанятых, безработных, к получению налоговых вычетов. Это в смысле? Есть у меня миллион рублей. Есть у вас миллион рублей. У вас, предположим, установили процентную ставку, ну давайте скажем, банк установил 6 процентов. Например? Да, 60 тысяч вам в течение года начисляли. А ставка Центробанка на 1 января, то есть необлагаемая дополнительно сумма, была определена в 5 процентов. То есть на 10 тысяч дополнительно у вас будет необходимость заплатить 13 процентов подоходный налог. А вы, например, тратили средства на обучение своего ребенка и имеете право на налоговый вычет. Вот в величину налоговой облагаемой базы вы можете включать в том числе те налоги, которые с этих 10 тысяч будут пытаться с вас забрать. Или, почему здесь интересно, что даже пенсионеры будут иметь право на налоговый вычет. А кто-то из пенсионеров, например, обращался в медполиклинику за протезированием зубов. И в этом случае средства, которые он тратил, которые имеют право так называемые социальные выплаты налоговые получить, они тоже будут учитывать эти дополнительные доходы, которые получены на вклад. Ведь мы знаем, что у нас социальные налоговые вычеты, они связаны с образованием, услугами здравоохранения, это индивидуальное строительство, это покупка квартиры. То есть, вот все налоговые выплаты, на которые может гражданин претендовать, они будут учитывать и вот эту величину получаемого дохода. И те налоги, которые человек должен с них, с дополнительно полученных доходов заплатить. Но я не считаю, что это существенно изменит привлекательность вложения средств в банки в этом случае. Здравствуйте, Виталий Витальевич. А вот вы как считаете, Галина Константиновна говорит, что было принято очень быстро, за два дня и так далее. Вообще, по какой причине пришло государство на такой шаг? Еще один способ пополнить бюджет в нынешней ситуации? Ну, если позволите, я бы немножко по-другому взглянул на вопрос. Очень, обязательно, обязательно. У нас разные взгляды, они приветствуются. Ну, скажем, более широко, наверное, нужно, чтобы создать общую картину. Буквально всего месяц-полтора назад мы с вами попали в ситуацию, которую часто характеризуют как идеальный шторм. Ну, возьмем два основных фактора. Это известное падение цен на нефть, от которых зависит значительная степень наша экономика. И второе, это известный коронавирус. Они оба совпали, пересказывать те давние события нет смысла. И, естественно, что государство встало перед вопросом, как же поступать в этой ситуации. Был предпринят комплекс мер экономических, которые должны были в тот момент как-то повлиять или сгладить. Ну, один из этих моментов вы только что широко осветили. Естественно, что деньги, они не берутся ниоткуда, их нужно каким-то образом получить. Понятно, что предлагая гражданам, ну, скажем так, определенные компенсации на время нахождения самоизоляции дома, надо было эти деньги откуда-то взять. Поэтому были намечены источники, откуда их брать. Ну, и плюс, с моей точки зрения, еще разница, как обычно, на валютных торгах. Вот в тот момент это произошло таким образом. Однако ситуация продолжала развиваться. И мы оказались в том моменте, когда нужно было окончательно принять решение, как мы сможем спасти экономику. Если не работать неделю, ну, мы это тренировались на новогодних каникулах, ну, в общем, как бы более-менее ничего. То есть сможем. Вот. Но неделю. 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 Что происходит за неделю, да? Люди, не те, у которых много вкладов в банках, а обычный человек, у которого его нет, он, в общем-то, свои запасы за неделю, за две приблизительно проедает. С одной стороны. С другой стороны, государство говорит, ну, вам зарплата будет обеспечена. Это очень верно. Особенно для тех, кто получает зарплату или через бюджет, или в крупных корпорациях. А дальше мы переходим к малому и среднему предпринимательству, где эту зарплату надо заработать. Типичная ситуация, которая приходит к нам в торгово-промышленную палату со стороны руководителей, она простая. Нужно платить зарплату. Ну, условно говоря, 15-го числа. Да. Для того, чтобы ее заплатить, нужно отгрузить заказ и получить деньги. Чтобы его отгрузить, надо выйти на работу и его доделать. А чтобы выйти, у нас разрешения нет. Нам сказали сидеть на самоизоляции. Ну вот, неделю я еще как-то им заплачу, а дальше от того, что 7 лет этому руководителю по уголовному кодексу за невыплату зарплаты, как говорится, светит, простите за это слово, да, а денег-то от этого не прибавится. Поэтому, если так вот категорично говорить, да, главным решением экономических проблем является стабилизация работы, работа в нормальном режиме. Но с точки зрения, как до нее дожить, есть тот комплекс, который предложило государство, как оно может помочь предпринимателям, потому что эта помощь, в конце концов, нацелена на конечных граждан. Вот этот самый гражданин, да, посредством того, что предприниматель, на котором он работает, на завод, на предприятие, на фабрику, на офис, не умер экономически в это время. Он выходит на работу, начинает работать, получает деньги, идет в продуктовый магазин, и, наконец-то, вот эта вся цепочка срабатывает. Вот этот комплекс мер, он и есть, да. Их можно смело разделить на федеральные и региональные. У каждого свои возможности и свое представление. Понятно, что федеральный комплекс, он очень обширный, у него другие возможности. Тем более, президент и раз сказал, что есть подушка безопасности денежной и так далее, и тому подобное. Соответственно, когда мы освещаем его, то видим вот столь хорошо поданные по средствам массовой информации идеи о беспроцентном нулевом займе под заработную плату, льготные кредиты, которые может получить предприниматель, определенное освобождение от налогов или уменьшение оных и так далее. Ну, пересказать, может быть, наверное, не от смысла. Но весь этот механизм срабатывает от объявления, потом он требует приобретения в документальную форму, потом он приходит к исполнителям, потом выясняется, что там есть много нюансов, и на выходе мы пока получаем, что декларация этой помощи есть, ее начало разворачивается. Но реально я еще не видел человека, который бы сказал, что да, я удовлетворен, мы ее получили. Я имею в виду предпринимательскую среду. Да, и вы человек, который с ними общается каждый день. Да, самый простой случай, это вот та самая, дадим вам под 0% на полгода для выплаты заработной платы. Здесь начинается масса нюансов. Начиная от того, что многие банки говорят, ну да, конечно, дадим, но хотелось бы увидеть, а как вы это нам гарантируете. Вот неплохо бы возврат. Не, ну там еще и на полгода под нулевую ставку, а если дальше, то под 4%. Ну есть и под 8,5%, это разные вещи. Ну да, ну в данной ситуации все равно процент будет еще. Если говорить о зарплатной, то типичный случай, с которым сейчас сталкиваемся, а у вас есть зарплатная программа с нашим банком? Есть, ну тогда заходите, начнем разговаривать. Начнем, да, только. Да, а если нет, ну тогда какие к нам вопросы? Ну, вопросов может быть масса, например. А что ты не слышал, что Путин говорил, что только тем, у кого зарплатный проект сказали все? Вот, а здесь дальше идет распоряжение правительства, 434-е от 3-го числа, насколько я помню, постановление, простите. Потом оно спускается в Центральный банк, потом его переработал Центральный банк, впустил дальше, и получилась вот эта вот цепочка. И все упирается в такого же субъекта предпринимательской деятельности, только гигантского масштаба. Ну, например, сберегательный банк, или любой другой возьмите. Да, и вот здесь возникает масса вопросов. Начиная от самых простых, ну, есть у нас счет в вашем банке, и мы выплачиваем зарплату, ну, мы его выплачиваем наличными. Банк говорит, ну, а мы же не видим, как вы его выплачиваете наличными. И поэтому не можем быть уверены. И пошло. Для того, чтобы решить такие проблемы, просто в форме нашей передачи, в формате, невозможно это пересказать, торгово-промышленная палата и организовывает каждый день мероприятия в виде видеоконференции, на которые приглашают тех, кто за это и должен отвечать. У нас вот прошли на этой неделе уже три. Это с Минсоцтруда, с Центральным банком, сегодня с Берегательным банком России. И со всеми головными банками будет так же. Поэтому, кому интересно, они могут подключиться и это посмотреть. Вот. Есть еще и наш региональный уровень. Я лично, это мое мнение сейчас, вот гигантский шаг, который мы сделали, это седьмое число, когда, наконец, определились со списком тех предприятий, что относятся у нас к региональному муниципальному уровню, который является базовым и которым можно работать. Да. Вот это фактически локомотив экономики. Без него, я боюсь, тут каждый день на счету, наша региональная экономика вообще бы покатилась. Плюс у нас есть список, ну он, собственно, федеральный, но дублированный нами. Это отрасли, которые все время постоянно работают. И плюс у нас есть определенные меры поддержки, которые на заседании нашего регионального правительства были озвучены. Вот, когда весь этот механизм прокрутится и он заработает, тогда у нас есть возможность спокойно сохранить, ну скажем так, крупное и среднее производство. И появляется шанс спасти значительную часть мелкого и микро. А вот касаемо списка, господа, мы тоже в редакции изучали список предприятий, которые могут работать. И, ну, лично у нас были вопросы, по какому принципу отбирали. Если с таким предприятием, как вагонзавод, все понятно, это самое крупное, то, к примеру, другие по какому принципу отбирали, что вот этому мель-комбинату можно, или там, не знаю, мясо комбинату, а этому нельзя. Вот, или там, особенно вот там все уделялись отеле. По какому принципу? Можно я свою догадку выскажу? Давайте. Ну, на самом деле начнем с пожелания, я уж прошу прощения. Вообще-то, если честно, да, издавая такой документ, мы должны получить какую-то дополнительную записку или пояснение. Или же с этим должен выступить кто-то из руководителей. Что касается губернатора, он делал несколько выступлений, да, в том числе вот по вечерам известные, но глава региона не может ответить на все эти вопросы технические. Тогда он должен сидеть там 24 часа в студии и отвечать. Поэтому вот калькирование на региональный уровень вот того, что мы, например, проводим по федеральному, как я выше сказал, да, было бы очень неплохо. Но это задача таких министерств, как Министерство экономического развития и Министерство промышленности и торговли. Ну, добавим туда все остальные, понятно, но все равно все-таки базово это на них. Поэтому желательно было бы видеть вот такое пояснение. Я, когда изучал этот список, да, тоже задумался, ну, самое простое возьмем хлебобулочные изделия, да, вот почему эти предприятия есть, а других нет. Хотя они тоже работают, ибо они попадают под отрасль, да. А потом, осознав, я пришел к выводу, это потому что выделенные предприятия носят стратегический для региона характер. То есть, помните, там дальше заканчивается постановление, будем мониторить, на основании этого делать выводы, и в случае, если чего-то произойдет, именно они базово будут поддерживаться. Это как костяк экономики, вокруг которого наращиваются все остальное. из двух одинаковых хлебокомбинатов, вот это стратегически, а этот нет. Это, наверное, к тем, кто писал. Опять-таки, какого-то, застенится. Один из тех, что стратегически, он все-таки покрупнее чуть-чуть. Ну, там, не будем называть отель, он недалеко от Твери, но по какому принципу именно его есть такие же в других районах? Здесь я растерялся, если честно, я не понял, почему этот, а не тот. Да, когда там уровень редиса, это тоже все понятно, самый крупный, брендовый, это все. Все понятно, но в том-то и дело, я это говорю, это и в других сферах, не только гостиничный бизнес, нам было непонятно, почему вот эти да, а вот эти нет. Эти стратегические, а эти что, не стратегические? На самом деле, здесь не хватает особого подхода к освещению информации выбора. Вы абсолютно правы, потому что критерии, по которым относили в этот список, разрешенные к деятельности, они должны быть прозрачны. В принципе, было очень понимаемо, если бы компании, которые стали работать в этот период и которые должны обеспечить безопасность своих сотрудников при осуществлении производственной деятельности, представляли некие планы по обеспечению. Потому что мы понимаем прекрасно, если компания разработала механизм, по которому она будет осуществлять это обеспечение, то есть не просто закупила какие-то средства безопасности, не просто подготовила что-то по обеззараживанию. Тут есть момент, да. Мы принимали участие в составлении этого списка, ну я имею в виду как торгово-промышленная палата, подправляя туда в том числе те предприятия, которые мы считали правильным включить. Ну часть из них включили, часть нет, ну хотя я понимаю теперь почему. Но каждая из них писала, что оно гарантирует вот это самое проведение всех контрольных функций по соблюдению ситуации борьбы с коронавирусом. Это есть. Если еще заставить их писать план, ну поверьте мне, пока они напишут, коронавирус уже умрет вместе с экономикой. Поэтому лучше не надо. Вот они обеспечивают, да, гарантируют. У многих замкнутые совершенно циклы. Да, то есть на этой территории один вход, один выход. Элементарно там и померить, и обеспечить санитарный надзор, и так далее, и тому подобное. То есть вот в этом ключе, да. Они гарантируют. Я все-таки не соглашусь, как тот гражданин, который фактически будет функционировать, да, проживать на территории, где работают предприятия, которые гарантировали, что там, мы знаем, хорошую пословицу, да, обещать не значит жениться. Ну да. Гарантировал на своей территории. Если он написал, я гарантирую, но не представляет, как он это будет делать, ведь план плану рознь. Поэтому выбрали стратегические предприятия, которые легко проверить. Там же никто не сказал, что их не будут проверять, да, но это крупные организации, это не однодневки и даже не одногодки, которые работали и работают. Я тебе доверяю, значит... Ну, а как у нас принцип самоизоляции? Ну, а как он построен вот лично к вам, к вам, ко мне, да? Вот неделю сидеть дома, не выходить. Ну, вам же никто дверь не заварил, чтобы вы не выходили. Поэтому здесь принцип один и тот же. Ну, все равно я считаю, что когда предприятие гарантирует обеспечение безопасности, оно должно представлять, то есть не просто бросаться словами, я гарантирую, оно должно представлять, какие действия будут совершены этим предприятием, чтобы, да, обеспечить... На крупных предприятиях есть специальные подразделения, которые этим занимаются даже в штатном режиме. Ну, начали-то мы с вагонзаводать, что уж там говорить, да, у них там... А остальные-то тоже не мелкие, это так кажется только. Ну, понятно, они не сопоставимы с вагонзаводом, но по своим масштабам у них есть и медработники, и соответствующие обеспечивающие службы. Так что не берусь. Вот скорее то, что вы назвали, чем руководствовался в данном случае наш аппарат, когда подносил, да, название предприятий, ну, уязвимая сфера, туризм, да, вот она всем интересна. Почему эта гостиница может, а вот эта не может? Я понимаю, это действительно взяли бы самые крупные, еще раз говорю, вот уровни, Рейдис, тут я говорю, все понятно. Это бренд, это реально размеры, это правда. Или наоборот отдаленные, да, куда люди заехали, и они все равно там две недели проживут, ничего, они все равно в изоляции. А такие же сразу к нам поехали, кто хотел, тоже, кто людей. Вот, ну, хотелось бы понять, конечно, принцип. Ну, правда, на самом деле. Ну, да, потому что критерии, они не прозрачны. Критерии не прозрачны. То есть, если смотреть на перечень, можно было бы говорить, что выбирали по АКВЭДам, да, долго пытались найти. Не, ну, АКВЭД он на всех подпадает, и на маленькие, и на большие. Я считаю, кто виноват-то вообще, вот, непосредственно средством массовой информации. Вот вы пригласите представителя правительства, и пусть они расскажут. По каким критериям вдруг кому-то разрешили, а кому-то нет. Причем, со следующей недели заработают парикмахерские. Ну, хотелось бы, я вот все собираюсь пойти, но некуда. Уже сейчас вижу, как в соцсетях начинают из других регионов граждане писать, ой, Тверская область запустит парикмахерские, может, в Тверскую область стоит поехать постричься, ну, потому что сфера услуг мало работает. Ну, знаете, вот, да, я прошу прощения, вы правы, но вот у нас есть, мы же система, которая в каждом регионе присутствует, ну, и в средствах массовой, сейчас коммуникации, да, естественно, есть чат для президентов, руководителей торгово-промышленных палат регионов. А есть регионы, которые не прекращали ни банное, ни парикмахерское обслуживание. Как оно было, так и осталось. У нас прекращались автосервисы, а у некоторых не прекращались. У нас частные клиники позакрывали, а у некоторых нет. У нас зубные позакрывали, а у некоторых нет. Ну, у кого-то есть жестче, чем у нас, да, у кого-то слабее. Но самое-то главное, что мы одни из первых шагнули вот с точки зрения промышленности. Потому что все-таки и зубы эти ремонтировать надо деньги иметь, их надо заработать. Поэтому вот здесь плюс за нами есть. Единственное, только не соглашусь с чем. Да, многие территории, в зависимости от ситуации, да, принимали решение сферу услуг не сильно закрывать, потому что восстановить потом будет тяжело, нельзя им сделать запасы, да. Нет клиента, нет услуги. Но я считаю, что, возможно, мы очень сильно ограничили сферу услуг, в частности, частные клиники. Потому что обычно частные компании, наоборот, заботясь о своем имидже, очень аккуратно подходят и к дезинфекции, и к обеззараживанию, и к работе с клиентом. То есть в данном случае... И в обиду будет сказано другим, но часто частная клиника, она, простите, чище, да. И я, ну, это не реклама, не буду называть эти частные медицинские заведения, но там я заходил в них в обычной ситуации, без всякого коронавируса, а уже вот этот вот разбрызгиватель дезинфицирующих веществ для рук, он висел сразу у входа. Одноразовые приборы все были, да. Да, сразу бахилы все одевали и так далее и тому подобное. То есть, ну, чем мы руководствовались, хотелось бы услышать опять, вот, тех, кто принимал решение. Потому что сравнивая, например, частную клинику и парикмахерскую, я сделаю акцент на частную клинику в плане обеспечения безопасности. А то, что человек, ну, вот как бывало в других регионах, зашел в поликлинику, да, в этот момент выяснилось, что кто-то там пробежал зараженный коронавирусом, и всех посадили под карантин, но это не показатель, кому она принадлежит. Это может произойти и в любой, и в муниципальной, и в частной, и в какой угодно. Кстати, насчет списка, вот, опять говоря о том, что у нас идет постоянный обмен, у кого какие списки, да, кто как перешел к этому вопросу. Мне что еще немножко, ну, не то, что удивило, но такой штришок, вот у нас не включили вот в этот список организации, которые являются элементами структурной поддержки малого и среднего предпринимательства. начиная от фондов и, ну, завершая той же торгово-промышленной палатой, например. Хотя нам это, в общем-то, не нужно, мы относимся, согласно закону, к структуре, которая работает, да, но в других регионах во многих это было сделано, выделено отдельно. И это естественно, если мы в данный момент стремимся их поддержать, да, как мы отстраним или выключим из списка, или не обратим внимания на это. Но, видимо, это наши нюансы, над которыми надо работать. Ну да, потому что это те компании, которые должны работать на разъяснении, особенно когда все меняется, консультировать бизнес, отвечать на многие вопросы, потому что меняется на самом деле все очень быстро сейчас. Да, потому что мы начали программу, и каждый день что-нибудь. И надо понимать, вот как этот человек, да, который арендует, предположим, некое пространство для того, чтобы вести торговую деятельность в торговом центре или комплексе. Мы же понимаем, что он зависит от повседневной своей работы, да. Часто они и в товарных кредитах, и в денежных кредитах, и платить за аренду надо, а он является фактически последним звеном вот в этой пищевой цепочке, да. То есть пока все там прокрутятся, денег заработают и придут к нему тратить на ботинки, и вот он здесь самый крайний, а он самый крайний себя кормит, семью и еще несколько работников, которые у него работают. Вот сейчас фактически основные меры по поддержке, которые декларируются, которые начались, они все ориентированы на вот такого человека, которого надо спасти, да. Не обязательно торговцы, но он спасет хотя бы себя, и, кстати, он является налогоплательщиком. Откуда деньги-то мы сейчас потратим, их потом собирать надо, вот, а с кого? Если будет отсутствовать предпринимательская прослойка в таком мире, ну, соответственно, мы меньше и соберем. Причем для предпринимателей сейчас сложным является и сама схема выплаты зарплат. Ведь у нас по трудовому кодексу раз в 15 дней она выплачивается, и за каждый день просрочки или не в свое время, не полностью выполненной, выплаченной заработной платы начисляется пеня в размере 1,150 ставки ЦБ. То есть даже сейчас, беря кредиты, выплачивая две трети зарплаты, предприниматель через какое-то время может попасть под ситуацию, когда неполностью выплаченная заработная плата приведет к возникновению у него на все эти суммы невыплат штрафов и пеней, потому что ничего не изменилось. А здесь еще интересный другой момент есть, который обсуждали с Минсоцтрудата. Хорошо, даже у него есть деньги, или он их получил, здорово, а теперь ему нужно людям заплатить. А он, если не переводит им на карту, а делает это наличными. Как? Они же на самоизоляции, да? То есть это надо вызвать бухгалтера. Всех этих, условно говоря, 25 человек. И создать что? Опасную ситуацию, которая повлечет собой, не дай бог, кто-то заболеет, и ответит тот, кто выдавал зарплату. Это также ситуация, как сейчас выдаются продукты из бесплатных завтраков в школах родителям детей. Это же тоже ситуация, когда мы выдаем продукты, понимается, да, очень четко понимается, что это то, что способно поддержать ряд семей, особенно многодетных. Потому что, да, для них это проблема. Но ведь образовательной организации надо осуществить выдачу, или учреждению соцзащиты надо осуществить выдачу. Обычно на базе школ, да, приходят родители и получают подроспись, потому что, а как иначе, да, подроспись, все это дело. Но у образовательной организации тогда должна быть система обеспечения безопасности. С точки зрения коронавируса имеется в виду. Каким образом, если средств защиты не закупалось, обеззараживающих средств нет, нет, потому что школы сразу практически, как вузы, перешли на дистанционный режим. А в школу пойдут родители, разные родители, даже находящиеся в самоизоляции, и будут получать эту продукцию. Да, здесь, конечно, большое значение имеет организационный момент в том числе. Кстати, наш регион, да, он ведь достаточно насыщен производствами, выпускающими средства защиты. Ну, это Киморская фабрика имени Горького, это один из старейших, собственно, производителей, причем работающий на крупнейшие компании, в том числе, там, Росатом и так далее. То есть, это очень качественный и самый широчайший ассортимент. Это Гекса, да, все ее знают. И, соответственно, еще есть Востоксервис, который выпускает вторжки. То есть, вроде так, как бы и достаточно, но надо иметь в виду, все они поставлены сейчас под контроль федерального правительства, Минпромторг буквально считает у них, что они куда отгружают и по какой цене, да. И работают только на медицинские учреждения. Поэтому не может такого быть, вот, когда мы, каждое из медицинских учреждений, каких угодно, школьных, если она решает эту проблему сама, то это, естественно, сложность. Здесь должна быть организационная функция со стороны правительства региона тоже, ну, или муниципальных органов власти. И если мы видим, вот, по отчетности, что идет увеличение закупки, там, приборов, оснащение больниц и так далее, то вот это вот тоже надо как-то очень четко и понятно осознавать. Причем не по плану, а по результату, который видит каждый. Зашел в школу, да, в маске раздает, в перчатках или нет. Вот тогда сразу очевиден результат. Проверить-то это несложно. Ну, не просто сказать, проконтролируй по 10 школьников. Ну, организовать это необходимо. Ну, почему? Просто про это надо тоже думать. Про это тоже надо думать. Это так же, как сейчас появилось обращение в соцсетях о необходимости отдельно выделить под поддержку предприятия коммунальной сферы. Принято решение о поддержке населения, да, запрет на применение штрафных санкций, пеней за несвоевременную выплату. А все расходы коммунальных компаний идут с тех коммунальных расходов, которые платят потребители. И они тоже, получается, попадают под ситуацию, когда в этих условиях им откуда-то надо взять деньги на выплату зарплаты. Тут вообще интересный момент такой есть. По федеральному закону о торгово-промышленных палатах именно мы выдаем заключение о форс-мажоре. Соответственно, российская головная компания выдает о внешнеэкономических контрактах, ну, когда один из участников зарубежный, а мы по внутри российским. И вот здесь наступает сложнейшая юридическая ситуация, потому что на этот пункт договоре никто не смотрит. У нас во многих договорах на пункты никто не смотрит. Да, предприниматель, в основном, услышав по телевизору, говорит, ну да, мне справочка о форс-мажоре, в принципе, не понимая самого подхода, что это индивидуальный случай, по каждому договору, по каждому исполнению и так далее. Но мы получаем, я так чему, получаем цепочку. Ну вот, как вы сказали, да, или наоборот, вот арендополучатель, он говорит, не могу платить платежи арендодателю форс-мажор. А арендодатель говорит, да я же тоже такой же предприниматель. А мне надо платить за электричество, за тепло, налог на имущество. Кстати, вот хорошо сейчас, только что накануне, да, у нас по налогу на имущество есть, вводятся сейчас льготы по региону, да. То есть он говорит, и я такой же. Энергетики говорят, а мы-то откуда это тепло возьмем? Надо газ покупать и уголь. Нам все равно, мы тоже объект предпринимательства. И пошло. То есть выстроено, это замкнутый круг, потому что это экономика. Все зависят друг от друга. И вот этих решений здесь простых, да, и вот таких вот. Нет, нет. Объявим форс-мажор для всех. И что? Что из этого вытекает? Никто никому ничего не должен, никто нигде ничего не делает, никто никак не работает и не платит. Все, тогда рухнуло все, да. Это невозможно. Причем если рухнут обеспечения коммунальными услугами, то наша самоизоляция сойдет вообще в ситуацию доисторических времен. Поэтому из нее сейчас надо выходить. И вот этот список работающих предприятий и отраслей, это первый гигантский шаг. Но первый? Первый. Дальше надо делать поэтапно. Ну вот мы упомянули там в постановлении 28, по-моему, ПГ губернатора есть, да, о том, что парикмахерские и прочие, там, они у нас с 12-13 апреля. Я к этому сомнительно отношусь. То есть вы думаете, все-таки им зарубят? Но посмотрим. Нет, я просто в большей степени считаю, можно разрешать начинать работать частным клиникам, потому что расширение числа медицинских учреждений, предоставляющих услуги качественно, которые позволяют снять какие-то проблемы со здоровьем, то есть снять социальную напряженность, потому что сидит человек, у него болит зуб. У нас есть куча частных клиник, которые сейчас не работают, которые могли бы хорошо это сделать и убрать эту проблему. А он идет с проблемой обеспечения безопасности в дежурный вариант больницы, да. Можно частников же ограничить как-то по-другому, по количеству человек, которые находятся одновременно на лечении зуба, чтобы никто не заразился. Или, например, частные клиники можно ограничиться по направлениям, по профилю с точки зрения болезни. Ну, условно говоря, одна болезнь подождет еще две недели, а с другой надо бы, наверное, и прийти. Да, потому что в данном случае это обосновано. То есть есть механизмы подетальнее, на то же есть у нас Министерство здравоохранения, пусть порешает. Так же, как и все остальные. Мы сейчас говорим о поэтапности включения. Что такое поэтапность? Это не только временная, но это качественная функция тоже. Ну, парикмахерские. Ну, дублируем то, что мы сказали выше. Ну, хорошо, не больше двух кресел на расстоянии пяти метров. Условно говоря, я чисто теоретически. Определили, и вот да. Они заработали не в полную силу, но заработали. Ну, условно говоря. Потом мы, в конце концов, ведь также подойдем к объектам общепита и вот этим торговым точкам, которые маленькие в торговых центрах. Останется на моратории на работу, если этим разрешили, тем разрешили. Нет, в итоге ничего не должно остаться. Мы должны прийти на нормальной ситуации, просто поэтапно. Ведь в чем смысл самоизоляции? В прерывании цепочки передачи коронавируса. Сначала мы его прерываем, потом мы его уменьшаем. И когда вот этого пика, предположим, или там наплыва нет, мы уменьшаем вышеуказанными методами, вычленяя что-то из секторов, не давая возможность пересечения или уменьшая его. Вот и получаем эффект. Пока, мне кажется, что мы двигаемся в этом направлении. Не хватает, я имею в виду регион, с моей точки зрения, немножко не хватает не по датам, а по процессу изнутри. Ну, по организации механизма. Вот все равно я в этом случае делаю акцент на то, что разрешение работы компаниям вещь очень нужная. Но надо подходить не просто грамотно. Гарантий, которые дают компании мало, они должны четко понимать, как они этого будут добиваться. Потому что да, мы можем запустить компанию, делать внутри проверку на входе температуры, ставить обеззараживающие смеси. Но у тебя все сотрудники добираются до компании на общественном транспорте в рабочее время, в час пик, когда маршрутка, например, битым. И в данной ситуации проблема-то будет. Конечно, несомненно. Я сейчас уже вижу, народ транспорта так прибавился. Да, на прошлой неделе совсем другая картина была. Но тут много зависит. Мы переходим уже к таким маленьким заведениям, скажем так, торговым, офисным. Много зависит от людей. Ведь факторов, с помощью которых можно повлиять, их масса. Проветривайте, прокварцовывайте помещение, обрабатывайте поверхности соответствующим раствором, одевайте маски. Вы резко уменьшили саму вероятность того, что кто-то будет каким-то образом подвергнуть заражению. Лучше ли сидеть дома, да, в общем-то, хотя можно работать, но соблюдая вот эти меры безопасности. Не сразу, но мы должны выходить. При определенных условиях работать дистанционно. Нет, ну про этих я не говорю. Если у них эффект хотя бы такой же, или там половинчатый. То есть, там компьютерщик, к примеру, вот это вообще классика жара. Ну, айтишники, да. Есть те люди, но они в нормальных условиях живут в компьютере, их не выгонишь. Но мы в нормальных условиях живем со студентами лицом к лицу. Сейчас мы работаем в дистанционном режиме, это тяжело. Кстати, вот ваше мнение, как и когда выходить из системы в нормальное обучение. Это очень тяжело. Почему очень тяжело? Потому что, во-первых, надо обеспечить не только передачу материала, надо сформировать хорошую обратную связь. Ну да, а ее... Если мы говорим про работу непосредственно в аудитории, я вижу глаза, я знаю, с каким темпом мне давать материал, я реагирую на вопросы тут же, а не, например, написанные в чате, да, или там озвученные одному и отвлекшие внимание кого-то другого. Но если мне пишут индивидуальное задание, то я на него же буду индивидуально отвечать. То есть объем работы мой увеличивается. Увеличивается, да. Господа, время передачи подходит к концу. Буквально кратко. Мне интересно знать ваше мнение. Допустим, если сейчас меры эти подействуют, и как оптимистично некоторые медики, некоторые прогнозы вы сказали, что, допустим, коронавирус где-то стихнет, ну, летом, потому что это грипп, дескать, и так далее. Допустим, если... Когда экономика наша восстановится, ну, до того уровня, на котором мы находились, скажем, в январе? Вот реальное, допустим, в течение осени? Или мы будем выходить обратно на вот этот прежний уровень года два? Ну, потери, с моей точки зрения, потери, которые мы сейчас понесем, их-то уже не восстановить. Что прошло, то прошло, да? Ну да, но все-таки... Падение погоды будет определенное, безусловно. Даже вопросов нет. Если говорить просто о, скажем так, валовом подходе, да, когда мы вот на том же уровне восстановимся, ну, после того, как все начнут работать, нужно в хорошем таком расположении духа, да, и всем повезло, квартал полтора, не меньше. Восстановить январь, ну, условно говоря, этого года, если мы в январе следующего сможем, ну, это будет замечательно. Галин, кстати, ну, вы что думаете? Ну, у меня более пессимистический взгляд. Сейчас объясню, почему. Потому что сегодня уже банки подтверждают, что 200 заявок получено на получение кредита на выплату заработной платы. Это значит, запустился механизм долгов, наращивания долгов. Причем через полгода возникнут и проценты на них. Поэтому я предполагаю, что если даже к лету аккуратно мы будем выходить из системы самоизоляции, то есть мы выйдем из совсем жесткого режима, то потребуется по меньшей мере год, чтобы исключить все последствия, которые возникли. То есть убрать возникшие долги у компаний, сохранить какую-то активность малого и среднего бизнеса, выйти на тот уровень рабочих мест, которые были созданы до кризиса. Ведь обратите внимание, есть еще обременение сейчас для бизнеса, которое связано, например, с невозможностью увольнения лиц претензионного возраста, поставленные цели нацпроектов. Все это, выйти на ту же базу, с которой мы выходили сейчас в режим самоизоляции, в кризисное явление, наверное, где-то год. Спасибо большое. Это была программа «Тема дня». Мы комментировали сегодня все последние новеллы, которые мы слышим от главы государства, Центробанка и так далее. Но заодно наши эксперты высказали свой прогноз, что при хорошем стечении обстоятельств, если действительно к лету страна заработает, то последствия всего этого мы расхлебаем. Ну, если через год, это будет очень хорошо. Надеемся, что это произойдет все-таки раньше. Всего вам хорошего. Не болейте и не теряйте работу. До свидания. До свидания. До свидания. Здоровья всем.